Это программа День города. Здравствуйте в студии Дина Исляева. В начале главной темы выпуска. В одном из домов Рязани лопнула труба в пустой квартире. Канализация затопила несколько этажей. Профессиональный праздник у тех, кто раскрывает преступления. Лучшие рязанские следователи получили награды. Каждый день новодеречная полиция провела рейдпаки. Пересесть с личного автомобиля на автобус или велосипед. Повышение цен на бензин все чаще заставляет задумываться рязанцев о том, чтобы оставить авто в гараже, а по делам ехать на другом транспорте. Подробнее в нашем следующем сюжете. Галина за рулем. Каждый день работа связана с поездками. Когда подорожал бензин, стало совсем тяжело, но деваться некуда. Такая же история у Дмитрия. Я не знаю даже, как остальные люди выживают. Нынче с такой зарплатой неподъемно просто обслуживать автомобиль, покупать бензин. Проще ходить пешком. Выхода нет. Машина – это рабочий момент, поэтому приходится тратиться. Но все-таки по карману сильно бьет? Ну, конечно, бьет ползарплаты, даешь практически на бензин. Ну, третью часть, четвертую. Оставить авто и пересесть на общественный транспорт – зачастую единственный выход, если бы еще он ходил регулярно и не был так перегружен. Выход, по крайней мере, на лето – пересесть на велосипед. Для начала научиться кататься. В этом году в прокат на Орешке впервые за долгое время стали приходить рязанцы в возрасте. Приходил бабушка 30 лет, которая не садилась, но села, поехала, ничего страшного. И так вот приходят даже пожилые бабушки, дедушки прокатиться по Орешку, посмотреть. Серафима на велосипеде касается с детства. Самое большое расстояние, которое пришлось проехать – от Рязани до Солодчи. Считает велосипед самым быстрым и удобным транспортом. Я считаю безопаснее, чем на машинах. Пробки можно сразу объехать. Главное – просто внимательность. Автомобиль, но без зависимости от бензина. Роман Петров, владелец электрокара Ниссан Лив, купил авто год назад. Единственный недостаток этой машины – высокая цена. Если учесть то, что раньше у меня была средняя поездка по городу в неделю в районе 500 километров, у меня выходило около 2500 рублей в неделю. Теперь с электромобилем зарядки по России пока бесплатно. Соответственно, у меня практически не уходит денег. Пока электрокары в Рязани редкость. Часто бывает, что не работает станция, где можно зарядить авто. Кроме того, чтобы пройти техосмотр, нужно ехать в Москву. А мощности машины маловато для таких дальних поездок. Но все эти трудности временно, считает Роман. Автоиндустрия развивается быстро. Еще пара лет. И в каждом городе появятся сервисы и зарядные станции. Ученые уже работают над устройством, которое может зарядить авто, как мобильный телефон, за полчаса. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Основные вопросы и перспективы развития территориального общественного самоуправления в городском округе. Заседание круглого стола с таким названием прошло в администрации города. Мероприятие состоялось в рамках межмуниципального форума, посвященного развитию ТОС. По мнению специалистов, развитие территориального общественного самоуправления – это наиболее эффективный и действенный способ наладить диалог между обществом и властью. А также шаг навстречу к созданию настоящего гражданского общества. В конференции приняли участие делегации из пяти городов – Тулы, Калуги, Владимира, Смоленска, Москвы и, конечно, Рязани. Обмен опытом стал главной задачей для собравшихся. За современной системой ТОС Рязани стоит большая и многолетняя работа. В их работе заметен вклад к активистам и сотрудникам администрации города. Некоторые рязанские практики в сфере ТОС признаются уникальными, достойными распространения в российском масштабе. На время создания центрами шведовостной координации, обучения, ресурсного сопровождения работы ТОС. В регионе развитию и поддержке системы ТОС уделяют серьезное внимание. Об этом свидетельствует то, что в этом году реализуются 37 проектов местных инициатив ТОСов на общую сумму около 50 миллионов рублей. При этом есть возможность решать вопросы напрямую на всех уровнях региональной власти. Помимо обсуждений у гостей Рязани была возможность посмотреть результаты работы ТОС. Для них была организована обзорная экскурсия по городу. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Более 20 фактов браконьерства выявила на ОКЕ транспортная полиция. Этим летом нарушителей меньше, потому что погода не лучшая для рыбной ловли. Период нереста прошел, но патрулирование все равно проходит регулярно. Запрещенные орудия лова имеются? Нет, вот две удочки, два кольца. Отлично. Спасательные жилеты есть? Обязательно. Правила знаем перед движением спасательных жилетов. Если стоишь на якоре, жилет можно снять. Дмитрий с другом на ОКЕ с 4 утра рыбачит только с надувной лодки. Основной улов – лещи. Речная полиция проверяет всех рыбаков. Основное внимание в период нереста, чтобы не использовали запрещенные орудия лова. Различные рыбы всех сортов, всех видов. Браконьер не грушается никакой рыбы. Ловят запрещенными орудиями лова, как в период нереста, так и в период общей навигации. И создают угрозу биологическим ресурсам нашей области, вплоть до исчезновения популяции. В этом году Вадим Савицкий и его сотрудники задержали на ОКЕ более 20 браконьеров. Наказание для них внушительное. Они компенсируют стоимость загубленной рыбы плюс 5000 рублей – судебный штраф. Мы стараемся подходить неожиданно. Естественно, какой-то страх. Браконьеры обычно вначале не признаются вину. Но потом, когда уже мы начинаем изымать незаконное орудие лова, и оформлять, в основном ведут себя адекватно. У Виктора этот день не очень удачный. Ловят с утра, но рыба как будто обходит это место стороной. Он был бы рад возвращаться с уловом каждый день, но браконьерские методы не одобряет. На базар иди и покупай там. А браконьер, что же он здесь сетью? Конечно, это очень плохо. На катере «Нордсильвер» речная полиция объезжает акул каждый день. У них разные маршруты и расстояния. Часто приходится проплывать до 100 километров. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Лучшие следователи получили награды от правительства облдумы администрации города. Сегодня они отмечают профессиональный праздник. Именно 25 июля 1713 года указом Петра I был учрежден первый специализированный следственный орган России. Следственной канцелярией. К поздравлениям присоединилась Мария Рудая. Эта служба действительно и трудная, и опасная. Будни следователей, криминалистов и экспертов сложно назвать однообразными. Выезд на место преступления, сбор доказательств, анализ материала уголовных дел – это далеко не все. Следователь-криминалист Дмитрий Крюченко знает об этом не понаслышке. В профессии он более 25 лет. Сначала работал следователем милиции, потом прокуратуры, после чего стал следователем следственного комитета. Теперь Дмитрий следователь-криминалист. На его счету множество раскрытых дел, медалей за отличие и безупречную службу. Но для него главное – найти преступника. Каждое дело – это открытый вопрос. В этом и проявляется творчество. То есть взять какую-то жизненную ситуацию, совершение преступления и попытаться понять на основе собранных улик, на основе собранных доказательств, попытаться понять, как все произошло, понять обстоятельства, ну и, соответственно, установить лесу виновную. На вооружении у Дмитрия и его коллег современная техника, но главное – острый ум и нестандартное мышление. В этом деле нельзя отказываться даже от самых невероятных предположений. Помочь может все – мобильный телефон, оставленная посуда или неприметный, на первый взгляд, чек из магазина. Работа криминалиста – это совмещение в себе работы следователя и работы специалиста в области криминалистики. То есть мы и проводим сами следственные действия, им вправе расследовать уголовные дела, но помимо этого мы обладаем определенными техническими навыками, специальными методиками расследования. То есть это, в общем-то, другой взгляд на профессию следователя. Дмитрий признается, с детства мечтал стать офицером и служить своей стране. Его мечта исполнилась. В свой профессиональный праздник он получил очередную благодарность. Теперь он передает опыт молодому поколению. Следственные органы были и останутся надежными опорами государственной власти в деле борьбы с преступностью. Создание Следственного комитета Российской Федерации, как полностью самостоятельного независимого органа расследования, стало важной гарантией эффективной работы борьбы с преступностью и коррупцией. Позволит следователям оставаться объективными и беспристрастными, расследуя дела даже в отношении государственных чиновников, и восклирует при этом высокие профессиональные и гражданские качества. По словам Дмитрия Маликова, уже в этом году расследовано более 380 преступлений. Неоднократно отмечалось, что Следственный комитет Рязанской области входит в четверку лучших в Центральном федеральном округе. Это настоящий образ жизни – ловить преступников. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанская область получила почти 50 миллионов на мобильные ферчерско-акушерские пункты. Как сообщили в региональном Минздраве, средства были выделены из федерального бюджета. Деньги пойдут на приобретение восьми пунктов, которые будут работать в населенных пунктах, где проживает до 100 человек – в Ермешинском, Рыбновском, Ряжском, Старожиловском и других районах. В мобильных ФАПах прием будут вести специалисты из больниц и межрайонных медцентров. Казалось бы, в летний сезон автомобилей на дороге становится куда меньше. Многие люди уезжают в отпуск. Вот только трафик все такой же оживленный, и аварии по-прежнему продолжают происходить. За последние сутки в Рязани случилось сразу несколько ДТП. Вечером 24 июля на Московском шоссе столкнулись сразу несколько автомобилей. Подробности ДТП неизвестны. Очевидцы сообщают, что причиной, скорее всего, стала скользкая дождя дорога. О пострадавших не сообщается. В тот же день на улице Солнечной произошло ДТП с участием двух автомобилей. По словам пострадавшего, неадекватный водитель на черном Ford Focus подрезал другую машину и скрылся с места происшествия. Обстоятельства аварии уточняются. Подобных случаев, когда участник ДТП скрывается с места происшествий в стране и в Рязани, в частности, продолжают происходить. В настоящий момент судить таких людей можно только по административному кодексу. Таким образом, например, пьяному водителю выгоднее сбежать с места аварии, а не дожидаться сотрудников ГИБДД и медицинской экспертизы. В дальнейшем ведь доказать, что шофер был в нетрезвом состоянии, просто не удастся. Правительство Российской Федерации решило ужесточить меру наказания за подобное преступление. Документ подготовлен МВД. В нем предусматривается изменение первого абзаца в статье 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» в пунктах 2, 4 и 6 Уголовного кодекса Российской Федерации. Здесь предложение «Деяние, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, предлагается дополнить словами или скрывшимся с места совершения ДТП». Получается, что водителям, сбежавшим с места происшествия, в котором участникам аварии был причинен тяжкий вред здоровью, будет грозить наказание в виде принудительных работ на срок от 3 лет, либо лишение свободы на срок до 4 лет. Водителям, покинувшим место ДТП, в котором погиб человек, будет грозить лишение свободы на срок от 2 до 7 лет, а за смерть двух или более лиц будет предусмотрено от 4 до 9 лет колонии. В пустой квартире лопнула труба и водой затопило все помещения этажами ниже. Эту аварию можно было назвать рядовой, если бы не одно «но». Речь о трубе канализационной. Последствия устранили, но не до конца. В ситуации разбирался Валерий Седов. Улица Зубковый, дом номер 30. Сейчас здесь сложно заметить следы былого происшествия. Однако всего несколько дней назад в девятом подъезде многоквартирного здания разыгралась настоящая бытовая стихия. В прошлую среду, 18 июля, 10 квартир остались без воды. Из крана не текла ни горячая, ни холодная. Но это было только началом злоключений. Причина отключения – это прорыв канализационной трубы. Вот только чтобы поломку ликвидировать, нужно было попасть в квартиру на пятом этаже. А собственника на месте не оказалось. Хозяйка квартиры не могла приехать в тот же день. Тогда управляющая компания предприняла бескомпромиссные меры. И отключили нас 4 подъезда. Я звонила потом сама личным домом управления, говорю, это ведь не дело. Один стояк, или холодный, или горячий, отключается один стояк. Они только сказали, а у нас краны не держат. По словам местных жителей, сотрудники управляющей компании перекрыли воду не сразу, поэтому потоком затопило несколько нижних этажей. Больше всего пострадала квартира снизу. Лидия – пенсионерка. Из залитой водой квартиры она уехала. По словам женщины, жить там сейчас просто невозможно. О возмещении ущерба управляющая компания ничего не сказала. Как пенсионерка будет ремонтировать свое жилье – неизвестно. Жители верхних этажей пострадали чуть меньше. У них на несколько дней отключили воду. Прикрыли ее по одному стояку, поэтому лишились воды только 10 квартир. Еды невозможно приготовить нормально, помыться невозможно, потому что как раз пришлось время на самую жару вот такую. То есть просто это было нереально. Тем более вот у меня двое детей. То есть это не помыть их, ну как бы сами знаете, да, дети постоянно пачкаются. Это было очень сложно. Единственное, соседи очень выручили, вот как бы у них-то вода-то есть. Местные жители не знают, пыталась ли управляющая компания хоть как-то решить проблему. Им и самим интересен этот вопрос. Главный инженер сообщил, что они пытались решить ситуацию всеми возможными способами. Дело в том, что по проекту сделаны ревизионные колодцы на первом, пятом и девятых этажах. Из-за того, что этой квартиры не было, прочистить не было возможности. Когда квартира эта появилась, прочистили. Буквально это дело все заняло час. Причиной засора главный инженер назвал неправильное пользование канализационной системой. Кто-то из местных жителей, по его словам, смыл нижнее белье, веревки и целлофановые пакеты. К сожалению, подобный случай в городе не единственный виновных в такой ситуации обычно не находят. Да и искать вряд ли будут. Однако юристы рассказали, что пути решения этой проблемы больше одного. В этой ситуации, я думаю, вскрытие осуществят сотрудники МЧС, которые составят акт о том, что произошло для того, чтобы прекратить аварийную ситуацию. Потому что, если не прекратить поступание воды, это может вызвать в том числе замыкание электропроводки. А при искрении, как мы знаем, в том числе может быть и пожар. А пожар может вызвать взрыв газа, который проходит в том числе через эту квартиру. Поэтому что-то необходимо делать, но не без действий. В дальнейшем те акты, которые будут составлены сотрудник МЧС и управляющей компанией, или, если обслуживает данный дом, ТСЖ, могут пригодиться для того, чтобы предъявить претензии виновному лицу в аварийной ситуации. Олег Попов также рассказал, что делать, если квартиру затопили соседи. Первым делом нужно провести независимую экспертизу с целью определения полного размера ущерба. После этого стоит через суд предъявить претензии к владельцу квартиры. В дальнейшем в суде можно вывести кого-то из состава соответчиков, а основному виновнику предъявлять требования не только по материальному, но и моральному ущербу, а также всем расходам. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Одно из Мещерских озер имеет признаки метеоритного происхождения. К такому выводу пришли рязанские межурналисты. Оно имеет вытянутую форму. У одного из берегов большая глубина 40 метров, как будто под углом в лес упал метеорит. Водоем находится около деревни Озерки в Хлепяковском районе. Подробнее в нашем следующем сюжете. Большинство озер в Рязанской области имеют ледниковое происхождение, рассказывает журналист Александр Караваев. Пока готовил материал, выяснил, для них характерна форма, близкая к кругу. Ровные берега и постепенное снижение глубины к центру водоема. Озеро Порфирьевское, расположенное около деревни Озерки в Хлепяковском районе, под эти параметры не подпадает. Да, действительно есть яма, где глубины достигают в одном месте даже более 40 метров. Яма имеет характерную коплеобразную форму, обращенную как раз в сторону гребня. То есть, когда камушек падал с неба, он покасательно изгреб и образовался этот гребень. Журналисты измерили глубину озера. У одного из берегов она более 40 метров. Возможно, именно в это место и упал метеорит. Однако пока это только предположение. Научно эта догадка не подтверждена. Журналисты готовы продолжить изучение озера вместе с учеными. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Завтра в Рязани вновь обещают дожди. По данным Рязанского гидрометцентра, в городе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой и умеренный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер восточный при грозе местами порыва 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-18, днем плюс 22-27. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в группах в социальных сетях. Я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Каскад из четырех прудов.